всем привет друзья днепр на связи 17 40 31 июля последний день 2 месяца лета погодка у нас сегодня выдалась достаточно неплохой жарко легкий ветерок солнышко светит а только что смотрел видео с киева там вновь дождь и град гроза возможно и к нам вновь дойдет буря о чем бы вам хотелось бы заброска шел люди рыбку ловят там семьями отдыхают на берегу в условиях городской урбанизации кривой рог друзья последствия обстрела удара ракетами уже шесть погибших достают тела из-под завалов погибли в том числе мать и дочь дарья и наталья более 73 раненых многие из них в тяжелом состоянии такие дела не самое приятное не то что не самое приятное полностью неприятное и безобразное продолжают гибнуть люди на фоне этого друзья хочу извиниться лично мне очень стыдно перед нашей громадой в сша только что вот вновь прочитал новость понимая что наших чиновников ничто не изменит сумасшедшие ну не то чтобы скандал наши как-то это все дело пытаются замять закрыть рот журналистам правда не сильно получается так как уже и американская полиция расследует это дело дело о пропаже гуманитарки друзья причем в особо больших размерах речь идет о том что пропало 10 тысяч медицинских аптечек высшего качества китов айфрт или как-то так по стандартном нато которая собирала наша громада украинцев в сша передавала как гуманитарку в украину вместе с этим грузом ехала там еще и униформа еще там какие-то предметы в общем основном это было 10 тысяч медицинских аптечек каждая аптечка могла бы спасти чью-то жизнь общая сумма составляла 34 миллиона гривен везли все это дело с сша морем контейнер затем контейнер пересек сопровождали причем люди с сша этот контейнер контейнер пересек польскую границу но украинскую границу не пересек журналисты начали расследование как оказалось к этому причастна львовская областная военная администрация казицкий главный как оказалось у львовской военной администрации есть арендованные склады где они хранят гуманитарку разную помощь и один из таких складов находятся в буферной зоне на границе между польской и украинской границей по данным от журналистов наши гроши львов груз пересек львовскую границу а далее не пересек украинскую и по идее заехал на этот склад откуда должен был передаться львовским волонтерам но этого не произошло груз исчез в неизвестном направлении волонтеры забили в набат также те кто в америке все это дело собирал донатил и отправлял нам обратились в полицию полиция по информации журналистов как-то так неохотно начала двигаться и обыски произошли всего лишь через неделю после заявления обыскали этот склад львовской областной военной администрации ну понятное дело журналисты говорят что за неделю можно было груз заставить вообще куда угодно как угодно и зачем угодно да этот груз не нашли нашли лишь пару упаковок ящиков видимо и заметали следы да чуть-чуть лоханулись то есть полностью есть доказательства что груз таки был на этом складе обратились главе львовской военной администрации он конечно же сказал что вопиющий случай как такое может быть подтвердил что груз таки был у них на складе куда он делся потом неизвестно что он готов полностью сотрудничать со следствием и оказывать полностью любую помощь которая от него потребуется в конечном итоге воз ныне там никто ничего также занимается сейчас этим делом полицейские из сша какие-то комиссии мониторинговые ну я думаю эти аптечки уже никто не найдет где-то они осели чтобы затем всплыть и быть проданными или еще что-то в общем кто-то решил обогатиться и все морозятся и особо никто не желает расследовать это дело судя по там рыбку за тянет судя по тенденции показывали уже подобные склады только там с бронежилетами еще совсем с едой которая гнилая в киевской области львовская область гуманитарка которая пропадала крупы различные где завелась живность все там гнило так людям это и не попало ни на стол ни еще куда-то в общем ситуация друзья вопиющая страшно часто в комментариях пишут а где же та гуманитарка которую вам передают видеть она исчезает никто не может сказать куда и никому нет дело надо ли что-то расследовать карасик видите очень друзья обидно обидно только еще и не в этом а в том что люди разочаровываются в нас разочаровываются в нашей системе когда чистого сердца отправляют нам какую-то помощь а получается что помощь просто она исчезает и не доходит к адресатам как бы я где-то негативно не относился к арестовичу но в одном из своих последних там беседах с фейгином он указал занимательную вещь очень на мой взгляд правдивую он указал на то что нам выделяются сумасшедшие деньги на военную отрасль да чтобы там как-то укреплялись что-то закупали американские партнеры в частности и что люди видят люди видят как закупаются закупается туалетная бумага барабаны еще какая-то непонятная фигня понятное дело что это информация она поступает и тем кто оказывает нам финансовую помощь они сидят и думают блин вроде у них война вроде как все достаточно печально грустно а получается такая картина что они тратят деньги не на военные отрасли не по на промышленность а тратят деньги на какие-то непонятные вещи и понятное дело у людей возникает вопрос а надо ли им оказывать денежную помощь если они тратят эти деньги неизвестно на что я бы сам задался таким вопрос тонны гуманитарки продуктов которые должны раздаваться людям а люди продолжают рыться в мусорке я прошлые разы там спрашивал у подписчиков если какие-то соцслужбы оповещают ли его гуманитарки и так далее о том где можно получить получил ответ от тех кто получает гуманитарку сказали что ничего никто не рассказывает как будто специально цель в том чтобы как можно меньше людей пришло потом сказать это никому не надо и или оставить себе или еще что-то в общем такая фигня друзья точно так же взять нашу громаду в сша да люди собирали эти аптечки еще что-то организовывали перевозку оплачивали ее и потом бац груз пропадают и видят что у нас как бы особо никто не шевелится его искать тревога за видят что никто ничего никому это не надо так надо ли оказывать помощь надо ли рвать себя для того чтобы эту помощь оказать честно мне очень обидно и стыдно опять же вот меня очень например наши украинцы в сша выручили зимой когда у меня отец попал с инсультом в больницу когда у меня уходили просто все сбережения которые у меня были они ушли на лечение на спасение отца я зимой остался вообще грубо говоря даже не было денег на продукт все уходило на лекарства бабушка отец и мне тогда огромное спасибо маргарет мне перевели помощь сто долларов потом еще была помощь эти деньги они реально мне зимой очень очень помогли грубо говоря выжить мне и моей семье а здесь получается тоже вот отзывчивые добрые люди и что они получают благодарность то что просто они собирали это пропало этого больше нет я более чем уверен этого уже не найду потому что не заинтересованы в поиск заинтересованы кто журналисты опять же это их работа плюс действительно есть идейные люди которые хотят добиться правды хотят добиться справедливости это они получают волну хейта говорят что вы расшатываете лодку на на часе как мне часто пишут когда я какую-то ну вещи описываю на мой взгляд актуальны и правдивы и на мой взгляд они такими являются объективными мне пишут а ты там вата ты еще кто-то зачем вы мне это пишите ну давайте закроем глаза окей давайте ни о чем не говорить говорит только о победе о том что все хорошо если черное это черное белое это белое давайте все называть своими именами это один случай когда вот журналисты смогли докопаться и то не узнали где гуманитарка но вот она украдена об этом многие из нас даже не знали я уверен пока я вам не рассказал а весь мир он поверьте мне знает и люди уже подумают а надо ли помогать надо ли оказывать им помощь если у них вот так все происходит польская граница прошла груза не пропал где-то в польшу груз пропал на складе львовской военной администрации неужели нет камер нет списка людей которые там доступ имеют при том что официально львовская администрация подтвердила что да груз был у нас на складе что случилось дальше мы не знаем это же не одна аптечка блин это 10 тысяч аптечек это контейнер морской огромный почему так происходит я не знаю и мне действительно стыдно я хочу просто попросить прощения у людей которые привозят на основную гуманитарную помощь оказывают различную другую помощь мне действительно перед вами стыдно что у нас так происходит что конечный потребитель этой помощи и и не получают получается вы все делаете рубля для людей пытаетесь а по факту обогащаются какая-то группа коррумпированных воров которые все это забирают себе и да друзья у нас эти воздушная тревога буду бежать дальше на работу в общем такие новости днем у нас стать уже не знаю сколько много было тревоги все тревоги на баллистике тенденции последнего времени показывают что особо сигнал воздушной тревоги ничего не дает все прилеты все взрывы они были до тревоги честно друзья очень просто таких новостей потому что в такое нелегкое время когда мы блин уже может хватит воровать может хватит нажираться надевать свои карманы люди уже многие действительно на грани блин чуть ли не вымирания на грани голода находятся как-то имейте совесть вы не хотите сами помочь да вам жалко свои деньги украденные у народа отдавать обратно так хоть не воруйте ту помощь которую предоставляют адекватные нормальные люди это же не только из сша нам помогают украинцы со всего мира собирают деньги какую-то помощь передают они перестанут это делать когда увидят что у нас все это исчезает неизвестном направлении друзья дела несмотря ни на что всем хорошего вечера берегите себя берегите своих близких и до нового выхода на связь